Здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирма Петерсон и я Эдвард Петер и по плану у нас сегодня создание спиральных галактик что мы сейчас не отходя от кассы и сделаем то есть я предлагаю сначала создать для урока сделаем поменьше чуть-чуть скажем так 400 на и сразу сделаем черным вот такую площадку создали отлично далее делаем новый слой берем кисточку так как всегда вейком драйвер не подгрузился ничего сейчас мы поправим так заработал кисть 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 взяли кисть так белый цвет 7 пикселей это нам совсем много вот возьмем так примерно 50 48 пикселей окей жесткость уберем и начнем вот здесь нарисовать такие полосочки круглые шубочки то есть почти как нам думается осуществлять это так вот если мы это закончили тут делать то естественно тут требуется фильтр фильтр так искажение скручивание сейчас мы закрутим пацану завязку 999 окей вот такую закрутилочку мы получили хорошо ну и я такой сразу чтобы еще одно такое сделал здесь хотя бы так то есть мне вот эта дыра не нравится остальное все хорошо а вот дыра не нравится такая большая слишком поэтому я от нее сейчас оставлю ему только то место вот это заполню все поставил черную маску и сейчас с помощью белой кисточки просто это дело сейчас вот увеличил вот так таким образом создавшись немножко плотнее эта система хорошо так вместе соединяем ctrl-e далее ставим эту систему на па па ctrl-t поворачиваем получаем вот такую стоячую галактику я бы сначала конечно это дело размазал фильтр размытие размытие в движении вот где-то вот так окей и затем повторил ситуацию с искажением скручивания скрутим теперь его в обратном порядке минус и получим вот такую теперь коральку которую конечно же тоже надо вот так можно и или берете перспективу и перспективе что же можете делать так и потом свободное трансформирование вот так сжать в принципе вот так можно можно еще раз продублировать этот слой сделать его чуть-чуть двойным вот так вот так так будет лучше мне кажется поплотнее будет ну если нам что-то там не понравится мы всегда можем взять кисточку взять масочку и допустим вот вот тут можно было бы убрать центр вот так сделать и вот это уже вполне бы нам и подошло вот так хорошо если будет желание то соединяем ctrl-e и еще раз вот тут сдвинем вот так вот так и макаром можно сделать побольше теперь побольше вот вот хорошо теперь чтобы сделать ее поплотнее мы с вами поступим следующим образом еще один слой копируем это дело да ну в принципе можно соединить а потом еще раз так и вот этот нижний слой мы с вами должны фильтр сказать размытие и размытие по гауссу и давайте размывать по гауссу вот так так сверху у нас находится вот этот слой я вводим ее четко можем чуть не прозрачность уменьшать чтобы создать так называемую спиральку так хорошо спираль есть отлично опа это я поторопился пускай пока будут слои так я сейчас еще один слой сделаю из вот копии того который у нас был вот вот этот так и с этим слоем мы сейчас с вами поработаем в том плане возьмем вот этот вот инструмент палец интенсивность 82 и начало это дело размазывает так это ну не простой кисточкой плывет кстати мы возьмем другую кисть так кисть 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 вот что-то вот такое да что-то вот такое и как бы будем действовать с вами таким образом чтобы у нас получилась какая-то такая вот штука дрюк так 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 Хорошо, сделаем еще раз. Я говорю, что это чисто такое на вкус и цвет, скажем так. Мне этого достаточно, что здесь уже есть. Поэтому я откажусь. То есть мы с вами сделали вот такое что-то. И если маловато, то я говорю, всегда можно вот эти места, подвид здесь. С ними позаниматься. Побольше где-то. Опять же сменить кисточку. Место нормальное, взять что-то вот такое. То есть для меня это вполне уже достаточно. Такого космического чуда. Вот, достаточно. И нужно бы дальше. Так, теперь бы надо это тело все раскрасить, ребята. И насаждать там планетков разных. Ну, просто, скажем так, и здесь просто. То есть мы просто-напросто сейчас поставим новый слой. Вот так. Скажем, что, ребята, нам надо цветность. Вот здесь цветность. Возьмем цвет, допустим, синий. Какой-то такой. Окей. И сменив на нормальную кисточку. Размер поменяем. Так. Начнем тут. Эта кисточка раскрашивать. Ну, только, конечно, не с такой непрозрачностью. Поменьше. Так, 27. Вот, достаточно. Вот так. Проходим здесь. Допустим, проходим. Так вот, по кругу. По кругу. Вот так. К примеру. Потом можно сменить на красный. Добавить здесь еще. Каких-то красных пятен. Вот так. Ну, можно еще и желтый применить. Смешиваясь. Особенно здесь в центре. Вот так. Пока-пока. Посмотреть, какую нам непрозрачность потребуется. Ну, вот, сильно не нужно. На 50%, я думаю, вполне. Далее сделаем середину в галактике. То есть мы возьмем сейчас. Где-то вот так. На новом слое. Сделаем желтое пятно. Так. Так. А теперь сделаем белое пятно. Но более жесткое. Белое, белое, я сказал. Не совсем жесткое. Вот такое. Сейчас, секундочку. Мы с вами продолжим. Так. И вот это мы давайте Ctrl-T и сплющим его. То есть вот я бы хотел так, чтобы из центра оно исходило. Вот такое. Вот. Это то, что нам нужно. Хорошо. Далее, наверное, нам нужно сюда понасажать звезд. Сейчас попробуем. И сделаем мы кисть следующим образом. Мы возьмем сейчас с вами кисть. Да. Сделаем эпиксель 21. Вот так где-то. Пойдем в настройки. Динамика формы. Так. Минимальная форма. Так, подождите. Немножко не так. Кассирование. Да. Где-то мы близко. Но не там. Сейчас это всегда сложно запомнить. Даже не самому. То есть мы берем кисть 21. Кисть 21. Динамика формы. Что нам здесь надо? Сначала мы по нолям все выставим. Опять колебания формы. Так. Красиво мы берем. Колебания размера. Вот так оно вначале выглядит. Правильно? Все. Хорошо. То есть вот так оно выглядит. И мы теперь сделаем сначала. Давайте интервалы. Вот. Сделаем интервалы. Допустим. Ну 150. 2 там. 3. Хорошо. Тоже можем переходить к динамику формы. Так. Колебания размера у нас будет до 100%. Тогда у нас появляются маленькие, большие, маленькие, большие. Угу. Дальше мы пойдем с вами в рассеивание и произведем вот такое рассеивание. Ну увеличим до 1000%. Рассеивание. Дальше. Что нам еще потребуется. Передача. Так. Тут мы все выключили. И колебания непрозрачности сделаем до 100%. Пускай колеблется. Вот так. Сглаживание у нас останется так. Ну и в принципе кисть в этом плане готова. Остается ее попробовать. Ага. И работает. Так. Хорошо. И прозрачности здесь повышаем. Делаем новый слой. И начинаем тут творить эти самые созвездия. То есть идем сейчас прямо по курсу. Как вот они есть. Где-то сильнее. Где-то поменее. Вот так. То есть как бы жалеть тут нечего. Она же должна состоять из кучи, кучи, кучи разных звездочек. Где-то побольше дадим. Где-то поменьше дадим. Погуще. То есть это, ребята, это уже как бы на ваше усмотрение. Как вам наиболее это симпатично. Главное не забывайте, что мы ходим как бы по вот этому овалу. Не просто так красиво. А по овалчику так прошлись. Здесь прошлись. Здесь прошлись. Отлично. После того, как мы это получили, мы можем продублировать этот слой. Так. А вот нижний слой мы сейчас размоем. Возьмем фильтр. Возьмем... Размытие, размытие. По гауссу. Ну, нам тут достаточно будет. То есть они как бы должны немножко засветиться. Даже, допустим, 10. Достаточно будет. 9, 10. Вот так. Даже 7. Окей. Далее уже на ваш выбор, ребята, есть несколько способов еще разнообразить. Это один из них. Допустим, мы возьмем сейчас. Вот этот и какой-нибудь из этих фильтров. И сделаем следующее. Те выбросим. То есть мы создадим сейчас собственный. Зеленый нам не нужен. А вот голубой может пригодиться. Да. И здесь мы сделаем белый. Допустим, вот так белый. Вот этот уберем сюда. Эти два тоже. Убрать надо. Так. Синий. Окей. Ну, где-то вот в таком плане. Добавляем окей. Заходим сюда. И делаем вот такую разложку. Или наоборот. Кому как нравится. Вот так. Так. И ищем какой-нибудь экран. Смотрим, что нам понравится. То есть я просто-напросто сейчас играю с этими цветами. Да. Мягкий цвет. Мягкий цвет. И мы можем этот мягкий цвет непрозрачно сделать. Так вот. Таким образом мы добавили еще как бы немножко. Ну, как бы для меня это слишком пестро. Я это и не хочу делать. Я лучше поищу. Вот есть коррекция. Есть фотоаппаратик. Это да. И тут есть различные фильтры. Я вот холодный сейчас применю. Вот мне холодный больше нравится. Единственное, что я его как бы до 9, до 10. Отлично. Следующее. Мы добавим еще пару планеток. Тем самым, что возьмем сейчас кисточку мы возьмем больше. Кисточку возьмем. Цвет возьмем такой голубоватый. Вот такой даже. Окей. На новом слое. Размер. И вот так сделаем. Так. Поменьше. Меньше. То есть вносим дополнительные звездочки. Маленькие, большие. И потом поставим уже белый. Мы жесткости добавим чуть. Ну, это много жесткости было. Чуть уменьшу жесткость. Убеличим размер. Нет, уменьшим она вот так. И будем тут рисовать беленькие такие. Но нам надо сменить кисть на обычную. Кисть. Так. Так. Секундочку. давай-давай карлик и посмотреть может быть не прозрачно слишком вот так чтобы они не особо выделялись но в то же время в этом созвездии существуют большие львы иные карлики вот так дорогие друзья вот у нас получилась галактика конечно можем сзади еще нарисовать планеты и так далее но мы создаем свой конструктор поэтому в конструкторе нам не хватало галактики следующее видео будет посвящено скорее всего метеоритам астероидам которые тоже нам потребуются в дальнейшем для создания этих самых космических пейзажей ну а на этом я с вами прощаюсь я надеюсь что урок вам понравился не забывайте сообщать мне о том хотите ли вы принять участие в нашем конкурсе по космическим пейзажам желательно об этом сообщить до пятницы следующее там я решу будем мы его проводить или нет это в зависимости от подобных от вас подобных заявок что я бы хотел и так на этом я с вами попрощаюсь если у меня будет свободное время то мы из этой галактики может быть еще пульсар сделаем мне тоже похоже только здесь такая спица еще есть ну хорошо всего вам доброго дорогие друзья на этом я с вами попрощаюсь пока пока